В жизни каждого есть много поводов для беспокойства. Но больше всего нужно беспокоиться из-за невозможности выйти из шаблона, из оттисков, которые вы себя заключили. Потому что это самое худшее, что может случиться. Каким бы ни был этот оттиск, вы никогда не выходили из него. Это значит, что вы использовали инструменты поддержки и конструкции, которые дают чувство стабильности и безопасности, как инструменты для самозаточения. Вот что это значит. Это может быть что угодно. Это может быть психологическим, эмоциональным, физическим. Физический комфорт, психологический, эмоциональный. Мы создали несколько структур, чтобы ежедневно не беспокоиться обо всем подряд. Вот в чем смысл создания некоторой стабильности. Но если это становится нашей тюрьмой, тогда это печально. Говорят, что катастрофа – это когда рушится карьера, семья или что-то еще. Это ничего. Но самая страшная катастрофа – это когда вы строите свою собственную тюрьму и не можете из нее выйти. На самом деле вы всегда были в изоляции. Вот что должно быть главным поводом для беспокойства. Это проблема, которую духовный процесс решает без наступления анархии. Хиппи обычно предлагают такое решение. Давайте все разрушим. Что ж, они заплатили свою цену, вернулись обратно и снова оказались связаны по рукам и ногам. Потому что невозможно разбить все вокруг физически. Духовный процесс, йога, подразумевает разрушение всего, но не на физическом уровне, а на внутреннем. Потому что проблема именно здесь, и решение тоже нужно искать здесь. Так что сумеречная зона. Первый вопрос от Шитл. Намаскарам, Садгуру. Я нахожусь в Ашраме уже 4 месяца. Спасибо большое за возможность быть в карантине в вашей компании. Это было чудесное время, но уже сегодня вечером я уезжаю. Ашрам – это одно из самых безопасных мест на Земле. Но сейчас мы вынуждены из-за определенных… Она не может уехать сегодня вечером. Или сможет? Сможет? В любом случае, в городе действует комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Говорю это для всех полночников. Я думаю, что это по всей стране, хотя может и только в Тимилнаде. Не уверен. Не уверен только ли в Тимилнаде или по всей Индии. В любом случае, она не может уехать. В наших умах много тревоги. Садгуру, что мы можем сделать, чтобы чувствовать себя в безопасности? Что ж, есть ли какая-то опасность в городе, куда вы едете? Определенно. Если вы отправляетесь в один из пяти-шести главных городов страны, определенно да. Если вы едете в город поменьше, ситуация там будет немного лучше. Если едете в маленький городок, гораздо лучше. Если едете в деревню, то вы будете в безопасности, вам не нужно особо беспокоиться. Так что, если вы сейчас едете в большой город, есть ли там опасность? Конечно. Вся транспортная система, полетите ли вы на самолете, что сейчас будет наихудшим вариантом, потому что в салоне циркулирует тот же самый воздух. Или поедите на поезде, что немного лучше, но вокруг вас будут люди. С этим связаны определенные проблемы. Не все будут соблюдать социальную дистанцию. Кто-то может чихнуть вам в лицо. Так что мы создали специально разработанные маски Иша. Они несколько отличаются по дизайну от обычных, что, я уверен, вызовет много споров, поскольку у них есть только верхняя подвеска, но нет нижней. Потому что одна из проблем плотного прилегания маски в том, что уровень кислорода в крови постепенно уменьшается после нескольких недель ее использования. Это также один из симптомов вируса, что называют гипоксией, когда уровень кислорода продолжает падать. И неизвестно, когда это произойдет, но в результате человек может просто упасть замертво. Так что постоянное ношение маски сейчас обязательно, когда вы выходите за пределы ашрама. И даже в его пределах. Хотя территория ашрама велика, что иногда вы этого не делаете. Но когда вы покидаете его, и выходите на улицу, и в публичные места, сейчас это необходимо. Так что мы создали свободные маски, у которых только одна подвеска, чтобы уровень кислорода при дыхании не уменьшался. Это не такая маска, которую нужно надевать перед походом в больницу, где есть зараженные люди. В таких случаях используются маски N1 или N95, они отличаются. Это обычная маска, которая с этого момента может стать частью повседневной жизни людей во всем мире. Так и должно быть. В некоторых сообществах уже было установлено, что если человек простудился, он обязан носить маску. Это будет новым требованием. Не только из-за этого вируса, но даже и после него. Если вы простыли или кашляете, вы обязаны носить маску. В будущем такой подход может распространиться по всему миру. Так что мы создали для вас удобные маски. Из-за того, что они длинные, вы можете свободно дышать. А если вы чихнете, это не попадет на других людей. А также, если чихнет кто-то другой, маска тоже поможет. Может ли вирус попасть внутрь вот так? Конечно, может. Но если вы находитесь вместе с высокой концентрацией и наденете даже две маски, это вам не поможет. Так что в целом, если вы просто ходите на работу, соблюдаете социальную дистанцию, находитесь дома или идете по улице, этой маски вам будет достаточно. Ее удобно носить. Мы сделали много разных дизайнов. Можете использовать такую маску. Но по-прежнему самым важным, единственным известным нам фактом остается то, что пережить это смогут только те, кто обладает сильным иммунитетом. Люди со слабым иммунитетом определенно окажутся под воздействием. За исключением этого о вирусе мы больше не знаем ничего. Как же повысить иммунитет? Во-первых, регулярно делайте практики. Это лучший способ поддерживать иммунитет на высоком уровне. У нас достаточно, не знаю, смотрели ли вы, разговор с исследователями медицинской школы Гарварда… Бет… Как называется больница? Бет-Израэл. Бет-Израэл. Медицинский центр Бет-Израэл. Оба этих заведения исследовали практики Иши и зафиксировали, что процессы, которые происходят на уровне воспалений и антител, а также другие показатели, ясно показывают, что уровень иммунитета у практикующих намного выше. Так что хотя бы сейчас люди в мире могут начать делать практики. Я не говорю, что вы не практикуете. Вы практикуете. Возможно, у нас самое большое число тех, кто продолжает практику среди всех подобных организаций в мире. Поэтому всем необходимо поддерживать практику. Но есть еще одна вещь, которую мы начинаем производить. из-за нехватки квалифицированных работников, которые начинают выходить на работу только сейчас. Очень медленно мы создаем то, что называют Кавача или Кавачам. Он создается с помощью науки Раса Вайдиа. Это индийская алхимия. И это браслет, который вы можете носить на руке. Они все разных размеров. Если вы носите браслет так, чтобы его было видно, тогда они есть небольшого размера, но если вы хотите носить его на икрах или где-то на ноге, он будет большего размера. Или же вы можете носить небольшой браслет в течение дня, а перед сном менять его на браслет большего размера, чтобы постоянно быть в контакте. Это научный подход Раса Вайди. И это освещенный предмет. Это, несомненно, укрепит вашу иммунную систему. Я знаю, будет немало споров на эту тему. Но это все равно, что… Возьмем штат Карнатека. В деревнях это очевидно, потому что там нет рынков или чего-то подобного. Люди идут и сами собирают зелень. В рационе всегда присутствуют бобовые или чечевица. Зелень, бобовые, чечевица и проса раги. Если вы будете это есть, то будете жить сто лет. Но кто-то возмутится. А где доказательства? Люди жили. Люди, которые питались такой простой пищей, жили очень долго. Но сейчас мы приходим к тому, что то, что было известно на протяжении тысяч лет, должно быть доказано в лаборатории. А в какой лаборатории? В одном из главных университетов Соединенных Штатов. Даже Европу мы уже не слушаем. Все должно исходить от Соединенных Штатов. Только тогда это истина. Раги, зелень, бобовые, чечевица и работа в поле. Тогда вы будете жить долго. Но до тех пор, пока не изучат пять человек в каком-нибудь важном университете и не скажут «Да, это правда». Но это займет 10, 20 или 25 лет. К этому времени вы уже съедите всю вредную еду и умрете. Поэтому вокруг этой темы всегда будут споры. Но я уже экспериментировал с небольшой группой людей. И это сработало просто отлично. Мне не нужны были никакие доказательства, потому что я знаю, что это сработало для меня. Сегодня я жив благодаря этому. Потому что доктора говорили, что я не проживу дольше, чем несколько месяцев. Они со всей уверенностью говорили, что вы не оправитесь от этого. Что ж, вот он я. Как я выгляжу? .